Друзья, всем доброе утро! Воскресный день, 10 сентября 2023 года, вот 10 часов утра. Похолодало, похолодало Витязево в Анапе, 17 градусов показывает сейчас в машине температура всего лишь Нарсива. И уже многие там в кофтах, в толстовках, в куртках вышли. Вот так все меняется. Вот вы видите, в штанах, в олимпийках. То есть народ не дремлет, одевается. Вот эти дни были все, похолодание, похолодание. И сегодня прям супер-супер. И ночью было до 10 тепла. Но завтра погода налаживается. Понедельник, день тяжелый, но погода обещает быть легкой, плюс 24 градуса. Ну и потом уже будет 24-25 погода стоять. И ночью будет до 19-20 градусов. Так что временное похолодание, временное направление ветра. Не думаю, что отпугнуло туристов и отдыхающих. Жизнь продолжается, а погода наладится. Это у нас Южный проспект. Еду опять же к пляжу туда, в Олеград. Там последний день различных мероприятий, посвященные финальной части чемпионата России по пляжному волейболу. И столетию волейбола российского будут показательные матчи, мастер-классы, автограф-сессии. А уже вечером на главной арене самого Волейграда, не на пляже, будут финалы и матчи за третье место. Мужки и женские пары. А я вот еду заодно в море, посмотрим, купается кто нет. Искупаюсь. То есть обозревать надо в любую погоду, что я и буду в принципе и делать. Друзья, вот как погода влияет на деловую активность. И на желание выбраться к морю, отдыхающих ими служить. Пустая стоянка возле моря, которая всегда полная. А может быть влияет основной день выборов, проходящих в Краснодарском крае. Проходят выборы депутатов Государственной Думы, также глав городов и сельских поселений. А также в районные управы. Но это так, к слову, с юмором, к выборам. Друзья, у моря прям народу немного. В куртках, чуть ли не в шубах. И пуховиках, в джинсах. Народ у нас приезжает отдыхать во всеоружии подготовленный. На Валиграде жизнь кипит. Слышен голос пляжных на Богачева, ведущего. Кроме выборов в Краснодарском крае, хотелось бы отметить, что в Геленджике, это касаясь темы выборов, на избирательном участке, двум наблюдателям вручили повестки. Но уже местные власти стали отмазываться и сказали, повестки вручались только для того, чтобы прийти в военкомат и уточнить данные. Ясно? Вот так. Так как у бы не работающих, и с ними никак нельзя было связаться через работодателя и уточнить данные. Все придумают, все выкрутятся. Вот такие уже дела творятся. Так. А я сейчас как раз пойдусь возле пляжа между Атлантикой, Пич и Валиградой, посмотрю и скажу вам, что это наконец за пляж. Вот он, территория не огороженная. А тем не менее, из положительных и интересных, услышанных мною новостей, что в Якутии найден самый крупный алмаз за последние 10 лет. Так что не все так плохо у нас в России. Вот волейбольная площадка, он полностью не огорожен, если все даже огорожены, этот не огорожен. Переодевалки, флаги, лежаки, навесы, ну все, все есть на пляже. Амфора, пляж Амфора. Ну мало же, я даже такого отеля не слышал. Понтос. Понтос, слышал от Понтос, да, у нас получается? Пляж Понтос. От отеля. Пляж. Пляж. Тот же коктейли в Анапе, самые вкусные и холодные. Буфет, массаж, катапульта. Прямо рядом животные аттракционы. И вот уже пляж Валиград. Что-то больше одеты и загорают пока. Ну вот, двенадцать часов дня. Пляж Валиград наполнился людьми. А вот Валиград, всем рад. По морю. Чистейшее, просто чистейшее, теплое. Ну ветер с берега чуть-чуть прохладный. По такого моря еще не видел. Фух, сплавал далеко. Прямо уже меня сейчас дельфин проплыл. Два. Вон, даже люди до сих пор их ищут, снимают. Смотрите, дельфин. И вот море чистейшее. Это у берега. Друзья, ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я провел насыщенные полдня. Мне еще по дому там дела сделать. А вечером командник по нардам. Где надо выиграть все шесть матчей. Посмотрим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И успевайте приезжать до сентября. Витязево Анапу. Велкам ту Витязево Вилландж. Всем пока-пока. Чао.